Эпизод 3. Вне закона. Шокирующие открытия вбивают клин между братьями по оружию. Ранее. Тебе не нужно больше наполнять его чашку, малыш. Дедушка спит. Нет, Я-Я. Пипа проснулся. Он просто запутался. Мама. О боже, о боже. Эй! Эй! Подними руки и закрой глаза. Класс. Спасибо. Черт. Кстати, дымовуха так нельзя подбирать, там руку разорвет. Эй, как к тебе обращаться? Простите, забыл представиться Пол, но друзья зовут меня Иисус Блин, я так и знал Ты одна из них, так и есть, чёрт побери Хочешь меня застрелить, стреляй А может я лучше застрелю твоего мелкого дружка? Нихера себе Что за хрень тут творится? Боже мой Свет шумовая в руке взрывается Руку Минус рука сделает Так что это опасно было Но она у него не в руке взорвалась Она как бы дальше взорвалась, но и успел откинуть Она там и лицо может повредить И руку разорвать И вообще Это не так, что светошумовая Мол, ага, значит она вреда не причинит физического Ещё какого её может причинить Вообще фатальный Терпеть не могу выходить, когда почти стемнело Труднее заметить их приближение Мы только пропан заберём и сразу вернёмся Я его видела в том пикапе, что припаркован чуть дальше по улице перед домом у Олеса Жаль, что нет более лёгкого способа его достать И что нам приходится рисковать жизнью Тебе лучше вернуться в безопасное место Знаешь, я и сам справлюсь, тебе ещё не поздно вернуться Если я уйду, кто тебя прикроет? К тому же я не могу всё время в доме отсиживаться Мне надо привыкать к опасности Хорошо Если повезёт, ни одна из тварей нам не встретится Будем надеяться Во Забираем и уходим Пусто Блин, это что, шутка? Вот чёрт Истеричка Так же нельзя шуметь Тише, Кейт Знаю, это неприятно, но надо быть осторожнее Прости, меня просто от всего этого тошнит Просто подумала Хотя бы раз Могло бы получиться Блин, мы это заслужили Ой, господи, Хави Кейт, молоток, живо! О боже, это же, это Прости, просто мне было охренеть, как страшно Ты впала в ступор, ничего страшного Я хотел эту тварю убить, правда, но я его знаю Это один из друзей Гейба, Дрю Это уже не он Знаю, внешне он тот же, но знакомого тебе ребёнка уже нет Осталось только эта тварь Даже не знаю, как их называть Если они не люди, то просто мертвецы Муэртас Вот как мы их будем называть Я думала, мы погибнем Я с тобой, Кейт Я здесь, ты здесь, мы ещё живы Вот что важно Кольцо на пальце Уже можно возвращаться? Я знаю, что мы все хотим Мы все хотели остаться здесь, в доме И ждать возвращения Дэвида Но он с твоей мамой уехал три месяца назад Что ты такое говоришь? Здесь оставаться небезопасно, уже нет Твоя правда, пора уходить Где-то должно быть безопасное место Итак, мы уходим Пойдём туда, где безопаснее Туда, где толстенные стены, ладно? И ворота шестиметровой высоты Ты серьёзно думаешь, что дети этому плану обрадуются? Дети поймут А если нет, то мы предложим им посмотреть на ситуацию с нашей точки зрения Нам нужно идти Это почему? А если я не хочу уходить? Это не тебе решать Ситуация ухудшается Одни мы не справимся Ситуация ухудшается В окрестностях ещё найдём иду Мы устали бояться всякий раз, когда оставляем вас одних А ситуация всё ухудшается Лучше уйти сейчас, пока есть возможность Но как же папа? Дэвид бы согласился Дэвид не вернётся Мы его уже никогда не найдём Гейб, я думаю, что папа не вернётся Мы его ждали, сколько могли, но нужно смотреть фактом в лицо Вы что, серьёзно так думаете? Прости, Гейб, но Хави прав А может вы уйдёте, а я тут останусь? Ребёнок здесь ты, так не пойдёт Я могу о себе позаботиться Если помощь понадобится, я друзей попрошу Гейб, милый Что? Что с ней случилось? Мы кое-кого видели Она расстроилась из-за того, что во время вылазки Мы видели твоего друга Дрю Но это был уже не совсем он Хочешь сказать, он стал одной из этих тварей? Нам очень жаль, Гейб Ты же понимаешь, почему, правда? Почему нам надо уходить? Если такое случится с тобой, я этого не вынесу Когда нам надо уходить? Завтра, как только станет светло Я хочу оставить ему записку Я помогу тебе начать, ладно? Что мы ему скажем? С нами всё будет в порядке, мы его любим Мы его найдём Мы его найдём Напиши, что мы его найдём как-нибудь Мы... Все мы ещё увидимся Мне нравится Я прямо сейчас напишу, чтобы мы потом не забыли Конечно Я ему помогу Спасибо тебе Большое спасибо Спасибо Мы должны уходить куда-то ещё Здесь небезопасно Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Я думал, ты мёртв Слава богу, это ты Боже, не представляешь, как здорово видеть твое лицо Думаю, что у меня есть очень хорошая идея Я знал, что ты ещё жив Я знал это Эй, пустите оружие Это моя семья Ты должен впустить нас Кейт долго не протянет О, боже, Кейт Дэвид? Я здесь, дорогая Я рядом с тобой Что, чёрт побери, случилось? Её подстрелили Мы вытащили пулю, но кровь ещё не остановилась Нам нужен ваш врач Сейчас же Спасибо, Хави, за то, что помог ей сюда добраться Она идёт внутрь Но её не проверили Это моя жена, Макс Хочешь, чтобы она умерла? Нет! Нет, я такого не говорил Наш врач поможет тебе, Кейт Я об этом позабочусь Подождите, я иду с вами Простите, но остальные должны пройти в область карантина Для чего? Всех новеньких проверяют на наличие укусов И все они должны ответить на пару вопросов Давайте просто покончим с этим Ладно, давайте, просто покончим с этим Хави, облегчим мою работу, ладно Послушай друга Как скажешь Идём Трип О боже, Элеонор Когда мы нашли машину, а тебя в ней не было Я не знал, что думать Двигатель, возьми, заглохни Я пошла за помощью И вот что случилось Я так волнуюсь за Кейт Я им сказала, что ей нужен врач Они её не искали Они её точно не искали, потому что она была ещё в машине Но это безумие, я же им сказала, что она умирает Их это явно не очень волновало По крайней мере, увидев её, они поняли, что ей надо в больницу Прости, Хави, правда, но У меня не было оснований им не верить Что? Люди в Ричмонде — это новый рубеж О боже Ты ещё самого худшего не знаешь Один из них — его брат Ага, и что? Может, это и хорошо Среди них есть наш человек Тот, кто может за нас поручиться За тебя, может быть Может быть, Хави прав Дэвид слово сказал, и остальные кинулись вести Кейт в больницу Этот тип, кем бы он ни был, он же не совсем плохой, а? В смысле, он не притащил Кейт сюда, а помог ей? Конечно, он провёл её, она же его жена, чёрт подери Да ты шутишь Он не шутит Слушай, он исчез Дэвид исчез, мне пришлось взять на себя ответственность и заботиться о семье Я просто не мог её оставить, оставить всех их Нет, конечно нет Если оставить семейные драмы, надеюсь, ты знаешь, что перед новым рубежом я лебезить не буду Знаю, Хави в Прескоте ничего особо ценного для тебя не было, но они там всю этот лас сожгли безо всяких причин, блин Думаю, после всего, что вы мне рассказали, я своих живыми не найду Чёрт, Хави, они твою племянницу убили Кейт ранили Кто знает, может, за всё это отвечает твой брат Возможно Вынужден признать, вероятность того, что приказ отдал, он есть Если он не знал, что это они, если он только хотел поквитаться за украденное Возможно Каким ты его помнишь? Человек, он был неплох, он был козлом Если хочет от меня услышать, что он козёл, ладно, он самый большой козёл из всех, кого я знаю Вопрос в том, насколько он козёл, чтобы мириться с гадостями, которые они натворили Если твой брат знал хоть что-то о том, что случилось в Прескотте, он должен ответить, все они должны Это мой долг перед Конрадом Я это так не оставлю Дай мне выиграть время Веди себя так, будто подыгрываешь Погибли люди, нам нужно установить баланс Надо делать вид, будто мы играем по их правилам Будем делать то, что они говорят, пока что Потом, когда будет удобный момент, потребуем справедливости Привет Привет Я бы раньше добрался, но надо было кое с чем разобраться Идём уже, Кейт хочет тебя видеть Это приказ видеть А мои друзья? Их не приглашали Давай, шевелись Похоже, правила действуют не для всех, да? Верно Кто-то выходит скоро, а кто-то торчит здесь до хрена Трип, ствол Брось, ага Шустрая девица Хави, уходи Я нужен, Кейт, и вернусь как только смогу Я тебя вызволю Я за тебя словечко замолвлю, идёт Вы если не взяли немного ускорить процесс Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Пока что будем делать то, что они говорят Нехорошо звучит У нас есть некий порядок, мы его придерживаемся Вам лучше против этого не возражать Пусть они тебя не волнуют А мы возражаем, Дэвид Промолчать Изолятор используется для защиты наших людей, ничего личного Куда мы идем? Тебя Кейт звала, я думал, ты захочешь к ней зайти Слушай, Хави, Гейб, какие-то непонятные вещи рассказывал Насчет нас, Кейт, все правда Не знаю, что тебе сказать, Дэвид, все это правда Каких божеств ты не насморялся, есть такие вещи, которые трудно перенести Он сказал, вы потеряли Марианну всего несколько дней назад Мне жаль, Дэвид, она умерла Вообще-то ее убили Его, эти подсосы Дважды горевать по одному человеку странно Это как потерять то, о существовании чего ты не догадывался Какая она была, Хави? Она была очень мудрая Она нас поддерживала Она была достойна лучшего Она была очень мудрая Марианна видела то, чего не видели другие Она мне говорила, что хочет записать свои воспоминания, чтобы они остались после ее смерти Это на нее похоже, как была мечтательницей, так и осталась Как? Как она умерла? Она не стреляла, а то и стрела в голову Она ни во что не лезла, в стороне стояла Она как раз нашла в грязи свои наушники, а она улыбалась А потом кто-то всадил ей пулю в голову Каким зверем надо быть, чтобы взять и открыть по ней огонь? У зверя был твой знак У моих людей нет привычки убивать маленьких девочек Дэвид, я там был И в Кейт стреляли они Не веришь мне, спроси у своего кореша у ворот Там был Макс? Черт Мне нужны подробности, что там черт подери произошло Они заложника убили Меня похитили на нас, напали из засады Они устроили засаду на свалке, взяли и стали нас палить Они гнились за нами до города Прескота И главарь напустил ходячих и слезоточивого газа Главарь? Чокнутый тип, лысый и бородатый Барсук, блин, что ты натворил? Я этим тупым... с этим тупым уродом разберусь, ладно? Сделай одолжение, не рассказывай никому Здешняя политика порой бывает грязной А я думал, ты тут главный Мы правим Ричмондом вчетвером Тебе надо произвести впечатление на остальных трех Иначе утром придется уйти Я буду делать так, как ты Ты не можешь этого допустить Промолчать Дэвид заметил ваше молчание Вот, ты уже наловчился Говорить буду я Я отвечаю за охрану Но это не значит, что мое слово закон И та гадость, которую сделал Барсук, только все усложняет Кто этот новобранец? Ава, это мой брат Хави Врач... А, бейсболист? Ни хрена себе Дэвид обо мне говорил? В начале все время Надеюсь, только хорошее Думаю, ответ ты и сам знаешь Ава моя правая рука Если в Ричмонде кому и можно доверять, так это ей Блин, эта женщина настоящий солдат Она была первой, кого я встретил после того, как мы с тобой расстались Без нее я бы ни за что не справился Гейб сказал, что ты вернулся в дом в начале Мне жаль, что я вас так и не нашел А ты хоть пытался? Как можно такой вопрос задавать? Не знаю, Дэвид, ты вроде парень вполне способный Почему ты не вернулся? Мы с мамой выехали из города и направились в больницу И вскоре она... Бедная мама Я не мог вернуться в Балтимор и примкнул к бывшим сослуживцам Мы думали, что сможем создать безопасную зону за пределами округа Колумбия После того, что случилось с мамой и остальными Я думал, вы все погибли Но ты о них заботился, так ведь? Это заслуга, Кейт Я же тебе обещал, мы были командой Мы заботились друг о друге Все мы друг другу спину прикрывали Ты изменился, брат Для этого потребовался конец света Но ты наконец-то повзрослел Здесь оказывают помощь, Кейт Не обустраивайся тут Мы ненадолго Привет, привет, парень У тебя есть все, что нужно? Да, тут прямо как на курорте Смотри, Хави Вермишель в стаканчике Надо найти тебе нормальную еду Срочно Приватим тебя в солдата Хави, я рада, что ты в порядке Переубеди меня Я всегда в порядке Теперь намного лучше Я очень рад тебя видеть Как же здорово, что ты снова рядом Глянь на эту семью На мою жену глянь Она самая прекрасная женщина Из всех живущих, правда? Правда, конечно А что еще ты можешь сказать? Так, я промолчу Не стойте за этого дурить Просто скажи да А, ты в порядке? Черт, я за врачом Я в порядке Просто мне нужно было с тобой поговорить Наедине Мне страшно, Хави Страшнее, чем Во время всех скитаний Страшнее, чем тогда Когда я думала, что умру Все инстинкты кричат Мне убираться отсюда Я знаю, как это Мы не можем так уступить с Геймом Послушай, просто расслабься Я знаю, каково это Я тебя понимаю Это место какое-то стремное Я рада это слышать Я боялась, здешняя охрана тебя задержит Мы с тобой всегда путешествовали вместе, Хави Именно так нам удалось столько прожить Обещаю, что мы к этому вернемся При первой же возможности Это место, это клетка Честное слово Я найду способ, Кей, даю слово Отдыхай, силы тебе понадобятся Спасибо, мне лучше Отмыслишь, что мы заодно Но поспеши Я не хочу оставаться здесь одна Тебе лучше? Как ты себя чувствуешь, милая? Дэвид говорит, у тебя боли Уже слабее Странно, что боль то появляется, то пропадает Что ты такое говоришь? Это ненормально А что ты хочешь сказать? Просто я о ней беспокоюсь Нечего из этого делать проблему Не о чем беспокоиться При ранении к брюшной полости боль может накатывать временами Я вам что-нибудь дам, чтобы ее ослабить На случай, если она появится снова Просто превосходно сделано Я думал, что нужна будет операция, но ей нужны были только капельницы и антибиотики Как вам удалось найти человека с такими навыками? Она заперта, больше внимательности Она заперта Это была Элеонора из числа моих друзей, которых вы отправили в изолятор Ну, там она бесполезна Нужно ее выпустить, я за нее поручусь Договорились, я попрошу Аву ее привезти Мы сделаем все порвально Пожалуйста, поручить за всех Ты из остальных тоже можешь поручиться, верно? Это так не работает Но мы с ними скоро все решим Нам с Хави нужно пообщаться кое с кем Докажем, что он классный Мы очень хорошо о тебе позаботимся, ладно? Извини за меня, Дэвид Я не смогу присутствовать Все в порядке? Ладно, я только хочу присмотреть за пациентом Другие знают, что я голосую за тебя Давай Мне интересно, этот брат его Он даже не думал, что они могли выжить Вспомни, что я тебе говорил Когда мы встретимся с этими ребятами Не распространяйся про Мариану Барсук один из моих людей Я с ним разберусь Он даже не думал Этот брат его Глупый, что они могли выжить И тогда, чтобы они там Три месяца или сколько Даже нет, там больше, чем Три месяца Это только его не было Этого Дэвида Что они там могли замутить С его братом То есть вообще даже такого Не обдумывал Даже до 1% не давал На такой вариант Что они могли выжить И чтобы тогда было Выглядит Ничего Но тут одни простые углеводы Это вкусно, Клинт Остальное не имеет значения А, брат Хави Хави, знакомься Клинт занимается производством еды Посевы, что ты видел его рук дело Джон связывает нас с внешним миром Она контактирует с другими поселениями Приятно познакомиться, Хави Я так понимаю, с тобой хорошо обошлись Вы меня в камеру посадили Промолчать Он очень долго бродяжничал Ничего страшного Может, горячая еда поможет Мы как раз есть собирались Клинт пытался убедить меня В полном превосходстве его шпината Со сливками над моим великолепным Шварцельским тортом Это не соревнование Шпинат имеет питательную ценность Хави, посмотри на тот стол Скажи, что ты предсчитаешь закинуть в желудок Торт Все хорошо выглядит Овощи Все хорошо выглядит Все отлично выглядит Я все хочу Какая вежливость, Дэвид Он точно твой брат? Дипломатам верить нельзя Они говорят одно, а думают другое Прошу, устраивайся поудобнее Мы ценим открытость Так что извини, если я буду слишком прямолинейна Мы обычно строги к тем, перед кем открываем двери Слово твоего брата многого стоит Это так Решение здесь принимаем Мы втроем и доктор Лингард Так что да Те, кто решают остаться с нами Приходится полностью нам подчиниться Я не хочу сказать, что ты откажешься Откажешься, но это может быть сложно В особенности для независимого человека А что дает вам четверым такое право? Безобидно, с какой стати вы тут руководите? Уже нас проверяешь? Просто любопытно, кто видит войска в бой Все, что ты видишь, мы построили сами Если это не дает нам право управлять То я уж не знаю, что дают Когда мы с Джоану встретили твоего брата Он пытался выращивать фрукты Фрукты? Мы наткнулись на него, когда он медленно убивал сад на реке Шанандуа Такая, блин, музыка Я помог ему вернуть сад к жизни У нас там все было отлично Пока все это продолжалось Что случилось? Что всегда происходит? Мы не тем чертовым людям доверились Поэтому мы это и затеяли Неужели не больно? Когда станешь постарше, ты об этом пожалеешь Знаете, собеседование и все такое Умник Смейся сколько хочешь Тот, кто ему ставит нашу метку, принимает условия Это был грубый ответ на трудный вопрос, но это не всегда срабатывало Прошу, пойми Когда мы только переехали сюда, первая зима была ужасная Мы многое потеряли Близкие люди, без которых в жизни осталась пустота Защитить моих людей от такого, вот что не дает мне спать по ночам Твои люди не дают мне уснуть Так, промолчать, допустим Извини, понимаю, ты, наверное, многое потерял Я не напрашиваюсь на жалости и все такое Макс, ты что здесь делаешь? Я за ним посылал С каких пор он перед тобой отчитывается? Насколько я слышу, он хорошо знает твоего брата Они друг друга обстреляли у наших стен Серьезно? Вы с Максом враждуете? Нет вопросов, уберите его от меня Промолчать Уберите его На твоем месте я бы подальше его отправил Пока я не сделал то, о чем потом пожалею Хави, расслабься Попробуй увидишь, что будет Я хотел забыть все, что было Макс, с чего началось? Не смотри на него Ты обязан говорить правду Мы его застукали, когда он сливал бензин из одной из наших машин Макс, извини, Дэвид Знаю, он родня, но твой брат вор Это правда? Он лжец, я не знал, что это твое Я собирал все, что мог найти Я не знал, что он ваш Если бы это я попросил, мы бы тебе дали Да, конечно Это не все Руфу сказал, что Клементина съехала с дороги только для того, чтобы его освободить Клементина? Девочка, с которой у нас уже были проблемы А человеке всегда можно судить по друзьям Откуда ненависть к Клементине? А твои друзья? Давай тогда обсудим тебя У тебя очень специфические друзья Что там? Что Хави встретил Клементина? Это ничего не значит Мы не зря ее прогнали, Дэвид А теперь эти двое спелись Так вот, за кого ты просишь нас поручиться, Дэвид? Серьезно? Знаешь, мы не можем просто взять и открыть двери бандитам Вы еще хуже Думаешь, я плохой человек? Вокруг полно маньяков гораздо хуже меня Не понимаю, о чем ты Мы очень требовательны к своим людям Хави, хочешь что-то сказать, Хави? Ничего Твои люди мою племянницу убили Ладно, ничего не буду говорить Нет, хватит, верно Он знает, что он сделал Больше не о чем говорить Твоему брату здесь явно не место Хави, его люди должны уйти Ты слишком остро реагируешь Это была драка за припасы Мы людей за меньшее изгоняли Извини, Дэвид Твои солдаты и так психованные Больше психов набирать нельзя Отведи Хави и остальных в изолятору ворот Дай им самое необходимое для выживания Пойми, мы ничего не докажем Не сейчас Кейт и Гейб будут здесь в безопасности Твой друг доктор тоже Но остальные Я семью не оставлю Я не могу оставить Кейт и Гейба одних Они не будут одних Я буду здесь и позабочусь о них Сейчас я не могу тебе помочь Но может смогу позже Просто постарайся выжить, ладно? Так, ладно, он меня достал Я жалею о том, что я не сказал теперь Послушал тупого, блин Вот что, нельзя никого слушать Тупого доминатора послушал Тебе повезло, что я не выдавил твои чертовы глаза Слышишь, ублюдок? Это собрал Дэвид Он Они сказали Шагай Что насчет Элеонор? Шагай Хрен тебе Отвечай на мои долбанные вопросы Это Тебя нас убьют Это не вина авиа Это не ее вина трип Ты срываешься не на том человеке Не облажайтесь В нескольких милях к западу есть поселение Не возвращайтесь Ты что, нас ссал там в чью-то овсянку? Я думал, вы будете заодно Эй, мы еще живы Мы пока еще не умерли Это уже кое-что, верно? Не сейчас, по крайней мере Давай просто посмотрим, что они нам дали Зная их, наверное, это только нож для масла и жвачка Они могли бы просто застрелить нас не единожды Ох, черт, очень по-броссоседски Что это? Битый к ней карта? Похоже на карту Сомневаюсь, что они дают ее каждому Ава сказала, что сумку собирал Дэвид Какого черта она привязана к бейсбольной бите? У Дэвида всегда было плохое чувство юмора Похоже, они расширяются Некоторые из этих областей помечены как очищенные Хорошо, это Ричмонд, уже что-то Но мы не можем туда вернуться Зная, где это, мы сможем определить, где мы Я уверен, что Дэвид хочет, чтобы мы шли сюда И если это здесь, то я думаю, что мы можем пойти этим путем Просто пойдем на север И чтобы найти север Мы должны найти полярную звезду Вот, на конце малой медведицы Нет, это большая медведица Вот Нам нужно идти сюда Что еще там есть? Немного фонарик Недостаточно оружия Никакой еды Идем Трип, ну же, что такое? Я не могу больше никого потерять Я тебе отвечаю, я не могу Ты не можешь сдаться Прескод, Конрад, возможно, Леонор, ты никого не потеряешь Я этого не допущу Ловлю тебя на слове, Хави Вообще-то я этого не хотел ему обещать Прости, мужик, тяжелый день Если не сказать больше Я знаю, ты прикрываешь меня, а я тебя Конечно, пойдем После тебя Дэвид обещал разобраться с тем, кто убил Лету Должен сказать тебе, мужик Я думал, что ты и Кейт, ну знаешь Мне бы и в голову не пришло, что она замужем не за тобой Но там не дали возможность сказать ему Я не осуждаю тебя, мне просто интересно, в чем дело? Реально, ну не дали возможности сказать Я ему пытался, точнее, сказать Она часть 7, вот и все У меня к ней чувства Промолчать Ты можешь сказать, дружище Все хорошо, я пойму Как я уже сказал, просто завидую и все Или как ты хочешь Называть то, что у тебя там Это всегда непросто, да? В плане Кого ты любишь, кто любит тебя Это очень непросто Все не обязательно должно быть так Не знаю Думаю, все настолько сложно, насколько ты позволяешь Разница между мной и тобой, брат Трип это запомнит Я знаю, Леонор сказала тебе, что мы с ней были Чем бы мы ни были, но теперь все кончено Я уважаю ее желания, правда Я просто хотел бы, чтобы мое сердце уважало мои Иисус что-то заметил Что у тебя, мужик? Послушайте Скажи мне, что это не то, о чем я подумал Около мили от нас в том же направлении Мы можем наткнуться на ходячих в любую секунду Нам лучше убираться Ладно, взбодритесь, люди Вижу их Субтитры создавал DimaTorzok Получи, урод Давай, приятель, давай Двигай задницы Хочешь получить? Субтитры создавал DimaTorzok Тебе стоит быть осторожнее с этим Теперь мы квиты Я думал, что ты выбралась отсюда Я и выбралась, но повсюду ходячая Мне пришлось обмотаться кишками ходячих, чтобы скрыться Ну же, идем на ближайший завод Там должно быть безопасно Я думала, вы идете в Ричмонд Новый рубеж выкинул вас? У них Кейт и Гейб Не всех Кейт и Гейб все еще там, с Дэвидом Дэвид? Этот придурок все еще где-то рядом? Это прозвучит очень странно, но он мой брат Что? Погодите То место, куда мы идем, про него Дэвид сказал? Там должно быть безопасно Клем Ты не можешь верить ему, Хави Я научилась этому на собственных ошибках Я не хотела больше нуждаться в людях Но мне было больше некуда идти Новый рубеж дал мне это и сделал одно из них Они обещали, что помогут ему Но это оказалось ложью Найдем нужно лекарство, Эйджей Мне все равно, что они говорят Шикнуть, поговорить Вот и все, малыш Ванкомицин То, что нацин оканчивается-то антибиотики обычно Целин Мицин Это антибиотики обычно Дивалпроэкс не то Ревар Оксабан По-моему не то Вот, Ванкомицин Держись, Растяпа От этого тебе станет лучше Что, прям здесь колоть обязательно? Он же будет плакать, если ему уколоть Нет? Почему здесь, так? Клем Доктор Лингард Что с вами? Я в порядке Клем, прошу, не надо Этот Ванкомицин Последний Эйджей, он не поможет Вы этого не знаете Оно ему нужно, чтобы выжить Не спасет Прости, Клем Я все испробовал Правда Это поможет ему поправиться А твоему мальчику уже ничего не поможет Клем, положи лекарство на место, пока никто не узнал, что ты их взяла Положи лекарство на место, сделать укол, сделать укол Я должна попробовать Будь смелым Растяпа, мне нужно, чтобы ты сейчас был смелым, хорошо? Видишь, не все так плохо Эйджей Это еще такое Она, я ей сказал, что это плохая идея Блин, ты опять под кайфом Соберись, пока тебя остальные не увидели С ребенком разберись Разберись, черт побери Ты чем, блин, думала? Я должна была попытаться А ты думал, что на него рукой махну? Дэвид, Эйджей, все для меня Я бы что угодно сделала, лишь бы он выжил Только делать уже нечего Это растраты Из-за нее кто-то в дороге жизнью поплатится Кто-то в лагере Кто-то, кто помогает нам выживать Да ладно, Дэвид, она только мальчику помочь хотела Мы достаточно сделали Ее надо было неделю назад в лесу оставить Смотрите, помогает Клем, это не так Ему на минуту стало легче, не более Значит, оно того стоило Вы и того не... Значит, оно того стоило Я бы все повторила без колебаний Больше ни о ком не думая Мы тебя со спасенными объятиями встретили Приняли к себе Вот как ты нам отплатила Обворовала? Ставишь себя выше коллектива? Тебе здесь больше не место Речь шла о выживании Так что не смей меня судить Речь всегда идет о выживании И ваши шансы станут выше, когда ты уйдешь И наши шансы станут выше, когда ты уйдешь Может, следует дать ей еще один шанс Не спорь об этом, Пол Ты же знаешь, что сказала бы Джоан, будь она здесь Извини, Клем, ты это заслужила Идем, Эйджей Все равно нам это место не нужно Неа, он останется Просто с дороги нахрен Я его не оставлю Поезд ушел Я без него не уйду Эйджей не может передвигаться Сейчас мы можем только облегчить его страдания Я без него не уйду Пусти его, Клем Он тебе только мешать будет Так будет лучше для вас обоих Нет Вы чудовище И что с того? За что все это? Не забывайте, я же своя Уже нет Дай ей попрощаться Хотя об этом мы должны ей позволить Ладно, ты слышала, что она сказала Ну, Дэвиду в лицо Попрощаться с Эйджейом Будь сильным Будь сильным ради меня Растяпа Пойдем Клем Я думала, что Эйджей наконец им станет Им кем? Тем, кто не умрет Мне очень жаль, Клем Обнять Мой маленький растяпа Вот что я получаю, когда доверяю другим людям Опять Это то, что Дэвид обвел на карте Наши вонючие друзья вернулись Субтитры делал DimaTorzok Эйджей 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 если слишком многие начнут толкать здесь у них может получиться нужно найти путь внутрь лифт похоже на скрип еще больше их придет а вот и они я могу актер я могу немного поднять но тут что-то не так застрял или что-то такое может у нас получится открыть силой придется постараться подслушать я ничего не слышу внутри нормально как помню ух черт эта штука не такая прочная как мы думали скорее заперта черт поищить другой входят наш единственный шанс в темпе хави но здесь машина без колес чёрт проклятие можем использовать домкард чтобы поднять дверь гаража ручки нет черт черт это только добавляет тяжести это типа времени не на такой эффект да видимо хави есть не удержится откройте эту дверь вот так выше не поднять все внутрь прости хави давай ну же 3 закрой дверь скорее вытащи к чертям этот клин черт на волосок надеюсь дверь их задержит эй я здесь дэвид не смей впускать ублюдочно водитую убийцу не вынуждай меня это делать отойти пустить дэвида открывай у него сын клем именно так как какого открывай выслушаем его сначала какого черта ты здесь делаешь спроси брата клемм со мной как можно было так не поступить господи а если бы это была не она мариана или гейб что она сказала что вы оставили ее умирать нет мы ее прогнали маленькая девочка там одна думаешь мариана могла выжить у нас были правила клемм их нарушила я бы сделал то же самое кому угодно она знала что произойдет ошибки совершают все с кейт и гейбом кому угодно да ты нарушил правила ради кейт и гейба я отвечу за последствия если надо будет в отличие от нее он мучился пожалуйста я должна знать нет я бы этого не допустил но мне не пришлось об этом беспокоиться он жив клемм он выжил но как он умирал так сказала клемм эй джей очухался он был здоровее чем мы думали это было чудо врешь он бы врать не стал не знаю клемм не думаю что он бы стал об этом врать ты не знаешь его так как я клементина прошу я правду говорю где где сейчас эй джей точно не знаю но он в ричмонде доктор лингард позаботилась о мальчике он должен знать что с ним тогда я возвращаюсь никто никуда не пойдет пока ходячие не свалят какой у тебя план дэвид мы оставили здесь на хранение машину провизию я пришел вас снарядить и и попрощаться не хочу чтобы ты беспокоился о кейт и гейбе а ты не заботиться о семье я буду сам они мариарные тоже я тебе глаза мозолю постой это проводы путь дорогу меня отправляешь думаешь я этого хочу а ты вроде как этому не препятствуешь я другого способа не вижу черт досками закладить нам нужно что нибудь для буфера что нибудь тяжелое вот помогите помогите погоди ка где нашел вон там покажи о это из прескота что это за чертовщина может пригодится не хотелось их брать но может я из ума схожу но по моему это из прескота и автомат тут это фантомный удар они там все ограбили не понимаю как все это здесь оказалось будто ты не знаешь эй раньше всего этого здесь не было я тут вообще ни при чем это все сделала твоя банда твои люди набрали все эти вещи в прескоте дэвид да ладно мы этого не знаем кто еще знал об этом месте мой город потрошила только твоя группа речь идет не только о прескоте здесь награбленная из других городов я слышал города грабили здесь вещи из королевства из лейки да посмотри сколько уже собралось чертово стадо совсем близко шевелите булками эй быстрее мне бы это дарь мы в это дерьмо не вляпались если бы не приспичило семью дэвида расстреливать в укрытие насрать я бы эту мелкую тварь еще раз пристрелил чтобы посмотреть тупости тебе не занимать а до тебя только доходить начало я же говорил что джоан на тропе войны нам всем не нужно чтобы кто-то обо всем этом дерьме пронюхал только посмотрите залейся купайся сколько влезет с тобой не стану брать это не твое а теперь лопнет твоя голова посмотрим как твоя голова лопнет говнюк дэвид я была тебе лучшего мнения макс правда дэвид ну уже мы команда нет нужды не за чем остановите его он убегает да валить его надо было сразу же почему они сразу их не начали валить давай приведи барсука я его не приведу я его замочу нахер а а а а а хави со времени свалки ты как ложка дегтя в бочке меда если бы я не знал что ты брат дэвида я бы тебе этот бензин в глотку залил и спичку бы поднес но и так сойдет чертова гарсия ты ты мне блин кишки выпустил без тебя мир станет лучше за мариану она была милой девочкой в чужие дела не лезла нет уже нет да и фиг с ней и с тобой тоже заканчивайте да чего же ты ждешь нам пройти дать ему превратиться размозить барсаку череп пусть мучается сука но нет пусть он превратится так будет правильно он твой стой прошу налет и грабежи вы предали нашу идею ты предал ричмонд ну же дэвид это и есть ричмонд что ты хочешь сказать выкладываем акс тянуть нет смысла макс лучше что ты можешь сделать все исправить мы мы это делали не без поддержки ричмонда джоанна во всем знала мы это делали по ее приказу она она сказала что это нам нужно чтобы выжить я хотел тебе все рассказать но она сказала чтоб я не смел и извини поздно извиняться подлая тварь прошу не убивайте я тебе помогу об этом весь ричмонд узнают отвезти макса в ричмонд давай отведем я не всем расскажу может он пригодится спасибо спасибо мне это было нужно хотя я сомневаюсь что там какой-то суд присяжных будет ее судить скорее всего всем пофигу может и вальнуть его надо было если как следует подумать где лоне он удрал убежал поджав хвост обратно в ричмонд своя мать если он предупредит джоан разве здесь не было еще одного больше никто не пострадает моим людям нужно узнать что мы нашли здесь что насчет твоих пропавших друзей я не питаю особых надежд нет времени продолжить поиски может передумаешь я рад что мы встретились ты хороший парень иисус это редкость могу сказать о тебе то же самое я не забуду о тебе даю слово иисус заполнить там жуткая буря приятель я не понимаю как ты собираешься это сделать постепенно нам нужно быстрее добраться до ричмонда у меня там близкие у нас обоих у всех нас я собираюсь вытащить оттуда леонор когда она будет в безопасности я я скажу ей то что чувствую эй ты сам сказал дерьмо ровно столько сколько ты допускаешь время все исправить дерьма в ричмонде нам понадобятся союзники лингард и клинт они наши лучшие козыря если я доберусь до них раньше джоанта возможно у них появится шанс знаю раньше я был готов распрощаться но я не могу сделать это без тебя я поймаю тебя брат ты мой должник я сделаю это ради кейт я прикрою тебя но сделаю не ради тебя ради кейт ладно пока мы готовы покончить с этим если лони поднимет тревогу они будут ждать нас у ворот есть после пробраться в обход всех патрулей мы можем взять грузовик барсука сомневаюсь он будет против вперед нам нужно выдвигаться стадо приближается а Думаю, будет гораздо лучше, если мы разделимся Такая большая группа не сможет пройти незамеченной Особенно, если нас ждут Элеонор где-то там, я иду за ней Лингард отвел ее в лазарет, это лучший шанс Хави, ты пойдешь за Кейт и Глейбом Гейбом вот сюда Затем отведи их в мой дом То, что с Вороном на коконной вязи Мы все встретимся там После того, как я нанесу маленький визит Джоан Нам нужно ждать держаться вместе Будет безопасно, если мы будем держаться вместе Нет, это слишком рискованно В этом случае, даже если кого-то из нас поймает Другие все равно выполнят свою миссию Я разведаю путь Что насчет тебя, Клем? Я совершенно уверен, что у меня остались друзья в новом рубеже Если они узнают, где держат ЭйДжей, они мне расскажут Когда я его найду, то возьму грузовик и уберусь отсюда к чертям собачьим Что ж, тебе задолжали транспорт Не спускай глаз с Дэвида Хоть он и производит хорошее впечатление, но я буду прикрывать тебя Я с ним управлюсь, я ему не доверяю Я с тобой, Клем, он толкает меня на неверный путь Как только я вытащу Кейта Гейба, то решу, что для нас будет лучше всего Надеюсь, это включает пункт, убраться отсюда как можно дальше Но ты не дурак По большей части твои инстинкты не подводили тебя Я знаю, ты примешь верное решение Увидимся, когда увидимся Дэвид сказал на этом углу, направо Пока ясно Идем Ну знаешь, Хави Гарсия играл с защитником второй базы за Балтимор Тот самый Хавиер Гарсия? Это тот, кого мы ищем? Ага Тот самый Хавиер Гарсия В любом случае, звучит как параноидальное дерьмо Парень гребаный бейсболист Тот медицинский центр Мы заходим, мы вытаскиваем Элли Мы вытаскиваем Кейт и Гейба, мы уходим Что насчет наших друзей? Они не похожи на комитет по встрече Ладно, давайте немного отдохнем Перекур Проклятие, нам нужно отвлечь их Как твоя бросающая рука? Бейсболист же Что за дерьмо? Черт, нам нужно позвать пожарную команду Или оно спалит к чертям весь блок Ты не мог бы просто разбить окно? Трюк сработал, верно? Найди Элли Скажи ей, что нужно перевести Кейт Понятно, встретимся здесь Хави Мы думали, что ты Я в порядке, приятель Я в порядке, приятель Нам пора идти Нам надо уходить, Гейб Немедленно Ладно, извини Они сказали, что вам не разрешили зайти Верно, мы и так обречены Этим местом управляют безжалостные люди Нам нужно уходить Где мой папа? Занимается делами, некогда объяснять Мы его скоро увидим Занимается делами Хватит заниматься кое-какими делами И сейчас ему нужно, чтобы я позаботился о вас Ладно У Дэвида есть дом в городе Он думает, что там мы будем в безопасности Тогда идем Постой, Хави Пока тебя не было, заходила эта женщина, Джоан Такое впечатление, что она меня оценивала Ужас Она дала понять, что у Дэвида проблемы И он больше не руководит Здесь она всем заправляет Ей нельзя верить Джоан проницательный манипулятор Нельзя верить ни единому ее слову Эти слова меня точно не успокоили И не должны были негодяи, которые тебя подстрелили Ее подчиненные Она приказала грабить другие поселения Мы нашли все эти вещи из Прескотта Так это из-за нее пострадал Прескотт? Дэвид сейчас собирает союзников, чтобы выступить против нее Хави, знаю, что ты и так знаешь Это не наши дела Джоан нужно остановить Я понимаю, Кейт, но мы не можем спустить ей это с рук Ты не понимаешь, это не наша проблема Что происходит? Трип сказал, что мы должны переехать в дом Дэвида Мы этого не сделаем Мы убираемся к чертям из Ричмонда, пока не поздно Убираемся, да тебе еще даже сидеть нельзя Что? Что с моим папой? Мы не можем просто его бросить Гейб, мы его больше не знаем Мы должны убраться отсюда, пока нас всех из-за него не убили Мы остаемся с Дэвидом Не, мы договорились уже Мы остаемся с Дэвидом Мы отправляемся в дом Дэвида Хави! Это лучшее, на что мы можем рассчитывать Это все, что у нас есть У меня ружье в комнате, которое они мне выделили Кажется, они нам понадобятся Я пойду с вами Мы вас догоним Отлично Не надо Все в порядке, приятель Она злится на меня, а не на тебя Нет, не в этом дело Просто ты скажешь, что это глупо Что такое? Просто если бы Клементина еще была с нами Мы с ней столкнулись Правда? Надеюсь, она вернулась с тобой Если бы она была здесь Клем бы пригодился друг Ей не нравится, Дэвид Просто помни об этом, если мы на нее наткнемся Она не в восторге от твоего отца Почему нет? Спроси ее Или, возможно, их обоих Нам пора идти, ладно? Хорошо Ничего, вот так просто Ну да, они же Она не может красаться Ты же знаешь, что Дэвид живет ради этого, правда? Что? Заваруха Я видела его по-настоящему счастливым Только когда он говорил о войне Сейчас мы на войне Он живет на передовой Мы находимся прямо в Эппин-центре, Кейт И если ему нравится это дерьмо То это только повышает наши шансы То, что ему это нравится Не означает, что он хорош в этом деле А ты не торопишься Давай, нам нужно идти Подожди секунду Дэвид сказал нам прийти сюда Сейчас он говорит с другими Поверь мне, дерьмо скоро начнется Ему может понадобиться ваша помощь Сначала защитим мою семью Сначала отведи их в безопасное место Потом мы пойдем Это лучший способ защитить их Здесь они будут в безопасности Не беспокойся Я вернусь за вами Вами обоими Тебе лучше Нельзя было им сказать уходить из Ричмонда А я бы пошел ему помогать Мне твой тон не нравится, Дэвид Если дело в твоем брате Не делай вид, будто не понимаешь, в чем дело Тебе за многое предстоит ответить Я? Ты, наверное, шутишь Хави Хави Кейт и Гейб В безопасности Я знал, что могу на тебя положиться, брат Мы будем решать это Согласно Ну да, конечно Только бы сработало Я твою просьбу выполнил Не нуждай меня об этом пожалеть Что тут происходит? Это только начало Ты тайком провел брата в Ричмонд Несмотря на наш уговор Нас ты уж точно не уважаешь Это серьезно, Дэвид Уважения ты не заслуживаешь После того, что вы наделали А что именно? В чем тут вообще дело? Она приказывала совершать налеты на мирные поселения Отправляла ваших людей убивать и грабить Налеты? Джоан, это правда? Мне что, надо на это отвечать? Серьезное обвинение Раз такое заявляешь, не помешают доказательства Вот наше доказательство Этот подонок в налетах участвовал Я... Итак, Макс Вот твой сигнал, Макс Еще не поздно тебя убить Не бойся ее Не бойся ее, Макс Мы тебя поддержим Я, Барсук и Лони Проводили операции По приказу Джоан Черт подери, Макс Чувак, я умываю руки Джоан Как ты могла? Правильнее будет спросить Как я могла этого не сделать? Что бы с нами было без твоих удобрений, Клинт? Или без твоих таблеток, Пол? Думаете, наше поселение выжило бы? Ну, как ты смеешь Зачем секретничать? Как ты смеешь? Зачем секретничать? Если у тебя такие добрые мотивы Зачем секретничать? Я взял на себя Пронятие трудных решений Вы все помните зиму Скольких мы тогда потеряли Друзей Любимых Детей Я дала себе слово Больше я такого не допущу Налеты нужны были для того Чтобы держаться на плаву Пока Ричмонд не станет автономным Мы так близки Так близки к нашей мечте Зачем нам ссориться между собой Рискуя все потерять? В этом деле Вам всем надо быть Нам всем надо быть на одной стороне Дэвид Джоан больная Она вообще ненормальная Строить мечту на крови невинных людей Брат, я это и так понимаю Из-за этих рейдов Мы Риану потеряли А сколько людей еще потеряли Сколько людей еще потеряли детей? Извини, Дэвид У меня сердце болит по твоему ребенку С этим Мне как-то придется жить Взять их Какого черта? Камеру их посидят, пока я не решу, что с ними делать Блин, лапы убери, это приказ Они больше не выполняют твои приказы, Дэвид Тебе здесь больше не место Тебе это с рук не сойдет, отпусти нас Мы можем уйти Пожалуйста, отпусти нас Пол, ну же Прости, у меня руки связаны Все еще не кончено, Джоан У меня здесь есть друзья, союзники Ну неудивительно В очередной раз пожалел, что послушал Дэвида Надо было уходить из этого Ричмонда Ему просто не хватило интеллекта Просчитать его Сначала обманули Его же эти подчиненные обманывали Сколько они там его обманывали? Месяцами? Или сколько? Или годами? Сколько тут это все уже прошло времени? Что они там налеты совершали и так далее Все от него это скрывали Да, он, конечно же, не в курсе Потом Ну вообще Вот просто по всему видно, что он глупый Нельзя таким людям позволять Рулить и принимать решения И прислушиваться к таким Вы выполнили просьбу своего брата Вы и 34% игроков умолчали Ну вот я в меньшинстве здесь Да, я пожалел об этом выборе Ну хотя Получается, это ничего бы не изменило В том плане, что это она отдавала приказы И что, ей же на нее жаловаться Смешно Вы пытались спасти ЭйДжея? Сделали укол? Да, абсолютное большинство сделали укол 84% 85% почти 22% игроков позволили Барсуку превратиться 5% убили Барсука быстро Но это не заслуживает 66,7% игроков размозили Барсуку череп Но это просто визуально А так то он все равно умрет быстро 5,3% игроков позволили убить Барсука кому-то другому У меня такое вообще не было Ну в общем, я тут на втором месте Не самое большинство, но Какова судьба Макса? Вы еще игроков привели Макса с собой Ну да, большинство 56% привели На чью сторону вы в конце концов встали? Вы еще 53% игроков последовали плану Дэвида О чем пожалели Да, зря Но Там не было опции Например, просто свалить отсюда Спасти их всех И сразу свалить нафиг А не устраивать тут какие-то эти Справедливости А вон они все Голову в песок 46% свалили Примерно половину Кто в лайк и коммент молодец Я веду секу конец Субтитры сделал DimaTorzok